Всем привет! Добро пожаловать на канал КамАз Муа. Меня зовут Дима и вы смотрите Новостцы. Всех с Днём Святого Валентина. Желаю вам море любви, надёжных партнёров. Если у вас есть такая потребность, будьте любимыми и любите. И не обязательно кого-то в романтическом плане. Можете любить родственника или собаку. Медуза, Медуза, Медуза. Певец Матранг очень сильно изменился и просит денег. Известный в основном по этой песне певец Матранг был избит в родном Владикавказе и сбежал в Таиланд. И сейчас оттуда без волос, без бровей, весь в татуировках, с бешеными глазами, просит у людей помочь. Говорит, мне стыдно, но мне нужна помощь. Дайте денег. Все в шоке в основном от внешнего вида. Ну и как бы ведёт он себя тоже, знаете, немножко так вот мутно. Как будто объелся чего-то. Явно не там яма. И вот он говорит, что он там купил какой-то Xiaomi уже на скинутые деньги. Меня лично мучает вопрос. Он так выглядел до поездки в Таиланд или уже после? Он такой, типа, заходит в номер в ванну, достает станок и бреет брови. В принципе, неплохо. Это, знаете, могла бы быть какая-то даже промо, типа, к новой музыке. Обратите внимание. И дальше мы с вами будем в моей новой эре. Уже не медуза, а кальмары, кольца, лука. Очень интересно, что нас ждёт. Матрангу желаем выкарабкаться из этого нелёгкого ментально-материального положения. Не улетая далеко из Таиланда, группа B2 провела целую неделю в тайской тюрьме и даже в нескольких. Музыкантов арестовали из-за того, что они выступали по туристической визе вместо специальной бумажки, по которой они должны гастролировать. Но в этом не их вина. Организаторы ничего им не подготовили должным счётом. И группа так нарушила закон. Но это всего лишь придирки, потому что всех участников пытались депортировать в Россию, несмотря на то, что у некоторых из них даже нет российского гражданства. Я так думаю, что авторы хита... А тебя это ебать не должна. Большие города. Известны очень широкой публике, от мала до велика. И что там в самых верховных кабинетах они такие, типа, мы знаем эту группу, они высказываются против войны. Давайте-ка их проручим. Привезём их в Россию, оформлены на них дела. У них ничего не получилось. Группу спасли. И это был целый боевик. Жёсткий накал страстей. Максим Кац рассказывал там в одном видео, как это всё делалось. У них был чатик. И они поднимали свои связи в других странах. Послов, финансистов там. Ну, деньги же нужны на адвокатов. И это была очень долгая история. Но группу удалось спасти. Огромный там вклад вложил посол Израиля. Очень страшная история. И ребята уже поделились даже фотографиями, которые втихаря сняли в этой тайской тюрьме. Помните Настю Рыбку? Вот её вообще посадили там на очень долгий срок в тайскую тюрьму. Скорее всего за то, что она пропизделась про связи с Дерипаской. А вот ребята отделались неделей всего лишь. Добро пожаловать на свободу Би-2. Известная белорусская визажистка Ольга Томина вышла из тюрьмы. Два года назад её посадили за то, что она бывала на митингах против режима диктатора Лукашенко. В 2020 году очень многие выходили на митинги. Весь мир наблюдал за этой историей, за протестами. Я тоже очень пристально следил. У меня болело сердце. И даже постфактум людей брали и сажали в тюрьму. И вот Ольга отсидела два года получается. У неё есть дети. Она вообще такая, ну создаёт впечатление такой приятной душевной женщины. И её посадили за решётку. Это жёстко. Сейчас она выбралась, и я надеюсь, что она больше никогда не окажется там. Что она как-то выберется в безопасное место. Вряд ли в Беларуси ей удастся тихо и спокойно жить. Героиня. Сеть магазинов Литуаль советует своим консультантам мужского пола сбавить обороты в макияже. Многие из нас могли наблюдать, что в косметических магазинах, как Золотое яблоко, Литуаль, там Рев Гош. Рев Гош не уверен на 100%, но в Золотом яблоке. Вы могли встретить сиси ярко выглядящих биологических мужчин. Ногти, ресницы, всё на месте. Но вот сейчас с нынешними законами начальники переживают за них и советуют им уйти в нюд. Я думаю, там тон немножко правей, и всё, и на этом хватит. Потому что они боятся всяких доносов, жалоб. Или хуже того, негативных отзывов на макияж. Чё это у него? Стрелки кривые. Вот так вот закончилась эпоха. Одно из немногих мест, куда можно было нарядиться, выкраситься как следует и акватировать публику. Да ещё и деньги за это получать. Ну, вот так вот новость звучит, знаете, более-менее спокойно. Потому что им якобы рекомендуют использовать более натуральные цвета в макияже. Мы знаем, что нюдовыми цветами тоже можно добиться потрясающих форм. И драг разъёба. На Евровидении от Украины в этом году будет выступать Алена Алена. В дуэте с Джерри Хейл. Трек будет называться Тереза и Мария. В чём крутость новости? В том, что Алена Алена — это потрясающе дарованная рэперша. Рэп-исполнительница. Она очень колоритная, очень самобытная. И такая прям своя в доску. Обожаю её трек про тату на обличье. Не моя фишка. Я просто пышка, пушка, пышка. Она просто разъёбывает. У неё есть такие фастфлоу. Откуда это слово в моей памяти? В чертогах моего сознания. В общем, она очень крутая. Она разъёбывает. И она такая прям из народа. У неё вот эти клипы на фоне пятиэтажек. Она там в каких-то, ну, вот шмотках простых. Но при этом она очень круто звучит. Поэтому, браво, Алена, желаю высокого места. Если не первого. Весь интернет также гудит по поводу интервью Путина Карлсону. Малыши Карлсон. Не собираюсь это смотреть. Это очень долго. И выжимки сразу же появились после эфира. Такой основной вот тезис, который оттуда выудили, это то, что вот Путин сидит и 25 минут рассказывает про какую-то историю, там, Древней Руси, про каких-то люриков. Короче, его спрашивают про одно. Он отвечает совершенно про другое. Ну, намекая на то, что войну он затеял, чтобы восстановить исторические территории. И бывший президент Монголии такой кинул вброс смешной о том, что вот исторические карты Монголии, вот что она собой представляла в таком-то году. Как мы знаем, татаро-монгольская ига завоевывала вообще там полпланеты. И если бы они двинулись восстанавливать свои территории, мы бы все охнули. Но он сразу оговаривается, что они мирная нация, страна, и что все окей, типа, это просто вброс. Типа, старик, если рассуждать с такой стороны, в 13 веке ей принадлежали территории. Она была, короче, больше, чем Римская империя. Никки Минадж и Меган Ти Стеллион устроили огромный срач. Все началось с того, что Меган выпустила песню под названием «Хис». Типа, как змейка говорит «Хис». И там она заикнулась про то, что они не боятся Меган, они боятся закона Меган. Закон Меган – это закон о секс-преступниках. И муж Никки Минадж является секс-преступником. И Никки восприняла это на свой счет. Скорее всего, так и было. И написала, записала дисс на Меган, в котором она высмеивает ее большую ногу. Большой размер ноги и она обсирает ее внешность, ее внешку. Но она зацепилась за ногу не случайно. В Меган когда-то стрелял какой-то рэпер, ее бывший. И вот Никки жмет на ее пятку, на ее какие-то связи, на то, что она спала, с кем-то там спала. В общем. И трек у нее такой, знаете, тяп-ляп. В конце она просто шепчет микрофон. То, что я выпущу вторую часть, если ты не заткнешься, если ты не извинишься. Все в ахуе от того, насколько Никки не уважает себя в этой ситуации. Что, типа, Никки Минаж не знает, что она Никки Минаж. Какого хуя, типа, ты вообще отвечаешь на какую-то строчку в песне. Типа, тебе что, заняться больше нечем? Сиди на своем троне, королева рэпа. У Меган, в свою очередь, трек разъебный. Все супер. Я считаю, что это, ну, какой-то пердешь в лужу. На мое прослушание это никак не влияет. Но я просто буду слушать Хиз вместо вот этого Бигфут. Потому что Хиз звучит лучше. Это полноценная работа, качественная, быстрая. А Бигфут — это какая-то хуйня с шепотом на полпесни. Но на дальнейшее прослушивание у Меган будут выходить треки у Никки. Обе им рада. Поэтому, девочки, у меня вообще была мысль, типа, было бы круто, если бы они не диссы друг на друга записывали, а в одном треке просто пели, типа, Бич, I hate you, бич, I hate you. Фак you, бич, фак you, бич. Было бы супер разъеб. Объединили бы своих саунд-продюсеров и выдали бы нам полноценную работу. Все равно у них какой-то срач игрушечный. Ну вот для меня, как для обывателя, смотрится так. Ну и на этом все на сегодня. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. Получайте любовь и внимание. Всех люблю. Всем.